Привет всем! Сегодня будем делать колобки с начинкой. Начинка у нас будет колбаска украинская. Вот такая. Сырка добавим. Сдобное дрожжевое тесто. Масло подсолнечное и манка. Начинаем с начинки. Нам надо большой палец, как изгиб такой вот, сделать. Из колбасы начинку. Вот такие вот вещи. Небольшие. Это будет начинка у нас. Сыр возьмем твердый. Он плавится будет тоже понемножку. Много не надо. Ну и тесто. Так, надо масло чуть-чуть на руки. Вообще чуть-чуть, чтобы не прилипало. Вот, смотрите. О, вообще чуть-чуть. Много не надо. Берем наше тесто. Кладем туда колбаску, сырок. Можно сюда, в принципе, кто как любит, начинку класть. Вот, смотрите. Почти залепил. Если много масла, в итоге не получится слепить нам, залепить все эти дырочки. Вот. И теперь мы наш колобок в манке обваливаем и принимаемся за следующую. Можно просто колбаску. Можно просто сыр. Кому как удобно. Вот. Ничего не прилипает. Сами видите, все быстро делается. Готовится тоже довольно-таки быстро. Этот рецепт я рассказал другу. Вот. И он уже три дня ест вместе с сыном. Довольный. Спасибо постоянно говорит. Говорит, наесться никак не может. Получается, как бы, и пирожок, и начинка. Быстро все делается. Даже ничего такого. Заморачиваться даже не надо. Все лепится. Вот, сами видите. Тесто купил я. Стоит 60 рублей килограмм. Килограмм не много, но не было меньше. Получается колбаса с сыром. Еще с хлебом с горячим. Сейчас буду жарить. Вы посмотрите, какая красота будет. Какая вкуснятина. Колобочки наши. Здесь профессионалом не надо быть. Все легко, просто. Самое главное, масло совсем чуть-чуть на руки. Иначе вы не слепите ничего. Вот колобочки наши какие. Вот дырочку увидели, залепили. Опять так покрутили. Посмотрели, вторая дырочка. Все. Вот она. Колобок готов. В этот рецепт идет только готовая начинка. Из-за того, что основано все на том, что быстро приготовление. Все это дело занимает очень мало времени. Вкусно. Если сырая начинка будет, в итоге это очень растянется время надолго. Ребят, налепил я наши колобки. У меня осталась колбаска. Вот осталось тесто. Сыр остался. В итоге себестоимость одного колобка примерно где-то рубля 3 где-то обходится. Я затратил на тесто 60 рублей, на колбаску 105 рублей и на сыр 60 рублей. Ну, считайте сами. У меня все осталось. Мне больше не надо пока. Теперь нам надо налить масло и разогреть сковородку. Масло наливаем побольше и доводим его до раскаленного состояния. Ребят, наша сковородка раскалилась. Пора наши колобки отправлять в сковородку. Готовить надо на среднем огне. Сейчас у меня пока на быстром. Потом убавлю чуть попозже. Прошло минуты 3 или 4, где-то так. Все на глаз делаю. Можно переворачивать. Смотрите уже как подрумянивается. Увеличились. Места мало становится. Прошло еще в районе 4 минут. Смотрите, какая красота. Пора уже доставать и закладывать новую партию. Ребят, запах изумительный. Прям не знаю, как в пекарне. Прям свежим хлебом пахнет. Все выловил и загружаем вторую партию. И процедуру так же повторяем, как и первый раз. Дети в восторге от такого блюда. Ну и взрослые, само собой. Ребят, предупреждаю. Если огонь будет сильный, в итоге у нас все колобки подгорать начнут. Они жарятся. Ребят, почему я выбрал украинскую колбаску? В ней присутствует жирок. И сейчас он плавится, и получается бульончик внутри. Такой вкусный, прям аппетитный. Пришло время переворачивать. Какие шикарные у нас колобки. Аппетитные. Ребят, время пришло уже доставать. Выключаем плиту и достаем наши колобки. Ребят, наши колобки готовы. Пока готовил, у меня уже две штучки утащили. Защищал грудью, чтобы еще больше не брали. Пока я фильм не закончу. Так что, ребят, очень вкусная вещь. Рекомендую. Ребят, кому понравилось, оцените, пожалуйста. Кому нет, тоже оцените. Всем приятного аппетита. Не забываем подписываться на канал. Всем удачи. Пока.